Журнал «Мир фантастики» представляет Наш фильм посвящен событиям, произошедшим после ядерных ударов Скайнета. И в этом огромное отличие от предыдущих трех фильмов. Действие оригинальной трилогии происходило в наше время, и «Терминаторы» возвращались в прошлое. Наш фильм рассказывает о событиях, произошедших между «Судным днем» и 2029 годом, когда, как мы знаем, уже создали Т-800. Как Скайнету удалось достичь такого уровня развития? Очевидно, были проведены исследования по созданию роботов. Теперь у Скайнета, как и у любой современной армии, есть морские, сухопутные и воздушные войска. Идет война технологий. Скайнет начинал с больших, неуклюжих моделей, и постепенно они становятся проворнее и сильнее. Вспомним первые компьютеры, 2 мегабайта памяти, а сейчас уже терабайт. У них более мощные видеокарты, процессоры. То же самое происходит и с армией машин. Мак-Джи. Настоящее имя Джозеф Мак-Гинти Николь. Мак-Гинти — девичья фамилия матери. Голливудский режиссер и продюсер. Карьеру начал в музыкальном бизнесе. Фотографировал, писал песни, продюсировал музыкантов, снимал клипы и документальные фильмы. Большую известность получила видео на песню рок-группы Offspring. Затем переключился на рекламные ролики для главной бейсбольной лиги и Кока-Колы. Дебютным полнометражным фильмом Мак-Джи стали «Ангелы Чарли». Зрелищный боевик с участием Кэмерон Диас, Дрю Берримор и Люси Лью. «Терминатор, да придет спаситель» — первый фантастический фильм режиссера. В ближайших планах — снять «20 тысяч лье под водой» капитан Немо. Новый взгляд на событие знаменитого романа «Жюля Верна». Я назову вам, по крайней мере, одно качество Мак-Джи, достойное восхищения. Он делает так, чтобы актер хотел играть. Понимаете? А многие ведь не уделяют этому достаточного внимания. Он заставляет актеров переживать, испытывать подлинные эмоции, помогает им захотеть играть. И мы это очень ценим. Естественно, это сказывается и на атмосфере на съемочной площадке, да и на самом отношении к фильму. А это все очень важно. Прежде чем начать работу над сценарием, я еще несколько раз просмотрел первого «Терминатора». Пересмотрел сцены с Кайлом Ризом и попытался понять, почему он вырос именно таким. Понимаете, я попытался выделить то, что, на мой взгляд, могло повлиять на его личность. А потом отсортировал свои наблюдения и задал вопрос, а через что ему пришлось пройти раньше, ну, в детстве, чтобы стать таким парнем? Джон Коннор знает, что Риз может умереть. И тогда сам Коннор не родится. Тогда люди лишатся своего будущего спасителя, и человечество будет уничтожено. Поэтому Джон должен спасти Кайла Риза, но у него нет никакой возможности сделать это. То есть у людей, конечно, есть какое-то оружие, но это все равно, что закидывать машины палками, никакого толку. Примерно 10 лет или что-то около того, то есть временную шкалу отследить сложно, но, грубо говоря, события происходят за 10 лет до того, как Риза отправят в прошлое. Может, чуть больше. То есть сейчас период бурного развития всех этих, ну, развития технологий, развития Скайнета. На самом деле мы это видели во время флэшбэков в предыдущих фильмах. А четвертый «Терминатор», он как бы раздвигает границы этих флэшбэков. Понимаете, о чем я? Это тот мир, которого еще никто не видел. И все хотят, наконец-то, его увидеть. Антон Ельчин, подающий большие надежды голливудский актер. Родился в 89-м году в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов. Когда Антону было полгода, семья переехала в США. Начал сниматься в фильмах в конце 90-х. Главный успех его ждал в 2009 году, когда свет увидела сразу два блокбастера с его участием. «Звездный путь», где Антону досталась роль Павла Чехова, и «Терминатор да придет спаситель». Стоит отметить, что он в совершенстве знает русский язык, несмотря на то, что почти всю жизнь прожил в Соединенных Штатах. Я хотел создать атмосферу хаоса и разрухи, и у меня получилось. Находясь под влиянием «Звездных войн», я хотел видеть машины, покрытые грязью и ржавчиной, чем-то похожие на советские танки времен Второй мировой, которые уже давно не ремонтировали и еще долго не будут. Когда вы увидите «Терминатор да придет спаситель», вы прежде всего обратите внимание на то, что это потрясающий экшен. Это первое впечатление. А потом уже вы увидите, что это скорее научная фантастика, и притом новый уровень научной фантастики. Это не похоже на «Звездный путь», в котором будущее туманно, расплывчато. Здесь мы видим будущее, которое наступит буквально послезавтра. И уже сейчас надо решить, пойдем мы по правильному пути, или же выберем неверное направление. И если мы ошибемся, то кто спасет нас? Может быть, именно мы? Мы станем теми, кто решится сразиться со злом. Именно это и есть главный вопрос фильма. Итак, я считаю, что с одной стороны это экшен, а с другой здесь присутствует мораль. Ты должен выбрать, на чьей ты стороне, людей или машин. И я думаю, это должно произвести впечатление на публику. Люди могут прекрасно обходиться безо всякой стрельбы, взрывов и терминаторов. И до тех пор, пока они не познакомились с персонажами фильма, их это и не волнует. На самом деле, это как раз был самый сложный момент. Ты берешь сценарий и пытаешься заставить всех поверить во все это, в машины, взрывы. И ведь вот что удивительно, люди следуют своей судьбе даже в таком ужасном мире. Да, думаю, что всем любопытно увидеть, какими примитивными были начальные версии терминаторов, эти самые предшественники. Вы меня понимаете? Вся эта искусственная резина, имитирующая кожу, они гораздо больше походили на машины, чем последующие модели. И вы все это увидите своими глазами. Думаю, что самая увлекательная часть — это работа по созданию этих роботов. И поклонники должны по достоинству оценить результат. В первых трех фильмах вы знакомитесь всего с тремя моделями терминаторов. Т-800 из первого фильма, модель Арнольда Шварценеггера, Т-1000 Роберта Патрика из второго фильма, и Т-Х из третьего. В этом фильме речь пойдет о будущем, о мире машин. У вас есть возможность увидеть другие разработки Скайнета. Вы увидите всех роботов, созданных Скайнетом. Это армия нового поколения. Их машины покорили воду, сушу и воздух. Гидроботы живут в воде. Почему мы их так назвали? Нам в голову пришла идея создать водных роботов, и мы подумали, опа, это будут гидроботы. Мы придумали мототерминаторов, которые прочесывают дороги. Они похожи на мотоциклы, поэтому мы назвали их мототерминаторами. Охотники-убийцы. Они присутствовали в предыдущих фильмах, так что они просто должны быть. Также перевозчики, которые собирают людей, доставляют обратно в лагерь Скайнет. Жнецы. Они собирают людей и помещают в перевозчики. Саму идею Жнецов мы заимствовали из японских фильмов о Годзилле. И когда вы видите все эти аэростаты, машины, то вы сразу представляете весь путь, который прошел Скайнет, создавая Т-800, совершенную машину-убийцу. Макеты армии терминаторов были созданы художником-постановщиком Мартином Лейнгом и легендарным мастером по спецэффектам Стэном Уинстоном, которому принадлежит дизайн терминатора Т-800. Увы, во время работы над фильмом Уинстона не стало. Его работу продолжил Джон Розенгрант, специалист по спецэффектам студии Стэна Уинстона и его команда из 60 человек. Интересный факт. Прототипом мототерминаторов стали итальянские мотоциклы Дукати, любимой марки Мак-Джи. Розенгрант также занимался специальным гримом для актеров. Самой инновационной разработкой Скайнета стал Маркус, гибрид человека и машины. Команда Розенгранта специально разработала для Маркуса несколько вариантов грима, чтобы показать, как выглядит его тело в сцене, когда раненого Маркуса приносят в штаб сопротивление, и из-под содранной кожи видны механические внутренности робота. Для создания образа Маркуса использовался специальный грим и компьютерные технологии. От специалистов потребовалось проявить максимум изобретательности и терпения. Но больше всего терпения потребовалось самому Сэму Уортингтону, которому приходилось проводить в кресле гримера по 6 часов без движения, пока над ним работали три специалиста по мейкапу. Одной из самых сложных сцен в плане спецэффектов стала схватка Маркуса и Кайлы со Жнецом, во время которой Маркус подрывает бензовоз, и вся заправочная станция, на которой происходит действие, взлетает на воздух. На подготовку к этой сцене у специалистов ушло около трех месяцев. Во время съемок был взорван бензовоз, наполненный 250-ю галлонами топлива, и вся бензозаправочная станция. Эту сцену нужно было снять с одного дубля. Поэтому Мак-Джи использовал сразу несколько камер, установленных под разными углами. Не менее зрелищной стала и сцена, в которой вертолет, управляемый Коннором, взрывается и падает в реку. Вертолет был закреплен на специальной конструкции с подъемником, с помощью которой можно было сымитировать падение. Работать со Стэном Винстоном, без сомнения гением, создавшим все образы и весь этот мир терминаторов, это огромная честь для всех нас.